Теперь о самой массовой акции протеста за последние 30 лет, то есть со времени падения коммунистического режима, которая прошла в Чехии. В Праге более 200 тысяч человек в воскресенье требовали отставки премьер-министра Андрея Бабиша. Его обвиняют в махинациях при получении субсидий ЕС и в конфликте интересов. Наш корреспондент Мария Евставхева в столице Чехии узнавала, чем чешские акции протеста отличаются от российских. Это принадлежит Андрею. А это без Андрея. Приложение «Без Андрея» — новый вид протестов против второго самого богатого человека в Чехии премьер-министра Андрея Бабиша. Политика уже давно подозревают в коррупции, но он все мнения отвергает. У него целый спектр сельскохозяйственного производства, и ему принадлежит самая большая чешская газета. Я понял, что люди даже не догадываются, сколько продуктов ежедневного употребления он производит. Поэтому я решил сделать что-то, что им будет подсказывать. Приложение «Без Андрея» позволяет по штрих-коду определять продукцию компаний, связанных с Бабишем, и не покупать ее. Версии «Без Андрея» для «Андроид» и «Эппл» скачали уже 236 тысяч человек. Денис Луцкевич отсидел 3,5 года в России за участие в митинге на Болотной площади. После освобождения он переехал в Прагу, где продолжает ходить на демонстрации. Мы с ним встретились в парке Латна, на самом большом антиправительственном митинге за последние 30 лет. Протести против Бабиша. Ты после твоего опыта, ты не боишься вообще в принципе где угодно выходить на протесты? Нет. В чем в общем отличаются протесты в Чехии и в России? В целом отличаются, наверное, безопасностью для самих митингующих, для участников. Потому что, как мы видим на сегодняшней акции в Праге, практически нет полиции. В московских митингах полиция пытается всяческими способами мешать протестующим. Луцкевича при задержании избили сотрудники ОМОНа. И его фотографии стали символом жестокости российской полиции. То есть я не видел ни разу, находясь уже три года в Чехии, и не слышал, что принималась какая-то физическая сила против людей, которые выходят на акции. В Чехии не нужно просить разрешения для проведения акции. Но минимум за пять дней нужно уведомить мэрию. И протесты тут больше похожи на фестиваль. Здесь люди выходят на митинги, выходят выражать свои мысли, не подожревают о том, что они могут быть задержаны просто за то, что они стоят и поддерживают своим присутствием митингующих. В России ситуация, конечно, обратная. И там людям нужно иметь немного больше смелости, дабы проявить волю и выйти на митинг. У протестов в России и Чехии все-таки есть и что-то общее. Демонстранты выходят на улицы Праги уже несколько месяцев, но господин Бабиш остается самым популярным политиком в стране и уходить не собирается. Мария Евстафьева, Русская служба BBC, Прага.